В XVIII веке потомки Большой Ногайской Орды, распавшейся на Едисанскую, Джамбайлукскую, Едишкульскую и Буджакскую Орды, кочевали от степей Придкавказья до Дуная. На восточных границах Крымского ханства потомки Малой Орды Козыева-Улуса под общим названием Кубанской Орды составляли Крымское войско в особом бейлике от Керченского пролива до Кабарды, которое исследователь Волкова называла наместничеством Волкова 1974, страница 85. Французский консул в Крыму писал, что во владение Крымского ханства входила вся Черкесия от Яникольского пролива. Или Босфора Кемерийского до Кабарды, где расположена Орда Кубанских Ногайцев, пейсанель, 1990, страница 4. Условная российская граница пролегала по Ногайским кочевьям от Устья Дона до крепости Кизляр в Устье Терека-Будков, 2001, страница 60. На российской стороне от Волги до Кумы кочевали калмыки, кроме них российскими подданными считались прикаспийские кумыки и коронагайцы. Потомки Чингисхана в истории Северного Кавказа, XVIII-XIX века, З. Б. Кипкеева, доктор исторических наук. Автор более 50 научных публикаций по истории Северного Кавказа. Автор книги Абазины Северного Кавказа, внутренней и внешней миграции в XVIII-XIX веках, Ставрополь, 2005. Автор книги Абазины Северного Кавказа. Субтитры сделал DimaTorzok